Дорогие братья и сестры, все друзья и гости, посетившие Дом молитвы, все те, кто присоединяется к нашему служению через интернет, сегодня у нас особый день и особое служение. Этот год мы назвали годом общения, и это общение ни в каком другом событии не проявляется, так как момент заповеди хлебопреломления. Мы вспоминаем тот день, когда Христос собрал своих учеников, и там, в этой горнице, Он установил новый завет. Он преломил хлеб, Он подал им чашу с вином, устанавливая этот новый завет на крови Его. И сегодня мы собрались здесь. Мы тоже хотим быть учениками Иисуса Христа. Мы верим, что Он с нами сегодня. Мы верим, что, совершая эту заповедь, мы выполняем Его заповедь. Мы выполняем то, что Он однажды установил. То, что Он нам заповедал исполнять до скончания века. Поэтому да благословит нас Господь в этом служении, сделайте это по Слову Господню. Приготовим наше сердце, чтобы это было особое участие, особая близость с Господом, размышляя о Его страдании, о Его смерти, размышляя о жертве Господа нашего Иисуса Христа, чтобы у нас было особое общение с Ним и особое общение с Церковью. Помолимся, чтобы Господь благословил нас и пребывал с нами в этом служении. Господь наш, мы в этот час склоняемся перед Тобой в этот особый день, когда мы вспоминаем, что Ты собрался с учениками там, в этой горнице, в которой Ты преподал им эту заповедь Нового Завета. Господи, и мы Твои ученики, и мы пришли в Дом Твой, в Дом молитвы, для того, чтобы здесь также иметь общение с Тобою. Мы просим Тебя, благослови нас в этом служении. Совершая это служение, мы хотим прославить Тебя, Спасителя нашего, Который пришел на эту землю, принял плод человеческую на себя и пошел на Голгофу, чтобы там стать жертвой за грехи наши. Мы желаем прославлять Тебя за страдания Твои, за смерть Твою, за все, что Ты совершил ради нашего спасения, за этот новый завет, который Ты установил. И Ты даешь нам право быть участниками этого завета. И сегодня, Господь, мы желаем совершить это по Слову Твоему, преломляя хлеб и разделяя чашу друг с другом. И мы просим Тебя, благослови нас в этом служении. Духом Твоим посети каждое сердце, пришедшего сюда. Помоги, Господи, нам, чтобы мы могли размышлять о Тебе, Господе нашим. Чтобы все наши мысли были устремлены туда, на Голгофу. Чтобы Ты, Господь наш, был прославлен в этом служении через участие каждого, кто пришел и собрался сюда. Тебе, Господу, да будет в этом служении честь и хвала. Ты, наш Спаситель, да будешь прославлен, возвеличен, потому что Ты достоин нашей хвалы. Ты достоин славы Церкви Твоей, которой Ты искупил кровью Своей. И в этот час, Господи, мы прославляем Тебя. Мы к Тебе приносим хвалу, честь и славу, Спасителю и Господу нашему. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Свинцовый наконечник рвало тело. Старались боли причинить двойне, Свершая с людой злобой свое дело. Закрывши очи, били по щекам, Наотмашь били, а потом смеялись. Коль сможешь угадать, поведай нам, Чьи руки к телу царскому касались? Ну кто, скажи, ударил в этот раз? Ведь ты же наперед все в жизни знаешь. Катились слезы из Иисуса глаз. Виновен, потому не отвечаешь. Сплели венок терновый из шипов, На голову небрежно возложили И били палкой так, что лилась кровь. Насмешники картиной пытки жили, Плевали со злобой в его лицо, Старались до конца Христа унизить. Сжимался круг дьяволом в кольцо, Чтоб беззаконие на трон возвысить. А он молчал, в смирении молчал, Отдал хребет свой в руки предающих. Творец миров, начало всех начал, И властелин во всей вселенной сущих. Он принял эти муки за меня, За грех мой кровь из ран святых струилась И умер. Вовсе грешных не виня, Чтобы душа от уз освободилась. Дух стал свободен вовсе от оков. Смерть надо мною не имеет власти. Излилась в сердце Божья любовь. Господь извлек меня из львиной пасти. Меня от ада Он освободил Ценой крови, мучений и страданий. И вечность двери навсегда открыл В страну восторгов, пений, ликований. Господь, дай сил ценить святую кровь, Голгофи, чаши верой устремляться, Чтоб укрепляться духом своим вновь. И к вечности всегда приготовляться. Аминь. На жаре в густой пыли дорожной, Самарянин. Человек изранен и лежал, Шел моря священник осторожно, Обошел и путь свой продолжай. Самарянин, Самарянин, Ты подними, раны мне, мой. Самарянин, Самарянин, Тебя послал Спаситель мой. Шел левик и с песней богославил, Но и он страдальцу не помог, И лежать его в пели оставил, Продолжая петь велик наш Бог. Самарянин, Самарянин, Ты подними, раны мне, мой. Самарянин, Самарянин, Тебя послал Спаситель мой. Лишь язычный бедный Самарянин, Поспешил несчастного поднять, Грязь зачистил, лил басон на раны, Уложил на чистую кровать. Самарянин, Самарянин, Ты подними, раны мне, мой. Самарянин, Самарянин, Тебя послал Спаситель мой. Самарянин, Самарянин, Ты подними, раны мне, мой. Самарянин, Самарянин, Тебя послал Спаситель мой. Но он изъязвлен был за грехи наши И мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, И ранами его мы исцелились. Во время трапезы с любимыми друзьями Иисус, взяв хлеб, благословил тот час, И, преломив, раздал друзьям, Сказал сердечно, Сие есть тело, данное за вас. Потом он взял сосуд, Благодарив, подал им, Просил, чтоб пили все из чаши той. Сие есть кровь святая Нового Завета, Пролитая за всех святой рекой. Борение в ночи, Молитва, капли пота, И ангел, подкрепляющий Христа, Иуда, шедший во главе всего народа, Отвергнувший спасенье от себя. Раздели Господа, Надели бы греницу, Терновый, обрамляющий венец, Плевали палачи, И беспощадно били того, Кто был начало и конец. Того, кто добровольно шел на казнь смиренно, Чтоб силы зла навеки победить, Чтоб смерть и ад над нами не имели власти, Чтоб грех позорный кровью убелить. Так вот какая плата за мое спасение. Голгофа, крест, предательство друзей, Дорога Долороса, стоны, стуки, крики, Распятие, вбивание гвоздей. О, чем могу я оправдаться, Боже святый? Вся праведность запачкана в грехах. Прости, мой Бог, за то, что боли причиняю. Прости за немощь, за ненужный страх. Не дай забыть твоих мучений на Голгофе, Не дай упасть под тяжестью забот. Дай возрождение, покаяние, сокрушение, Освобождение и души полет. Для каждого звучат слова напоминания. Господь наш пострадал, но Он живой. Все сделал для спасения людей когда-то. Сегодня шаг ответный за тобой. Аминь. Аминь. Путь каков ведалек, Гроздь текала из ран, Сколько мук и страданий во взоре. Иисус, дорогой, умирал на кресте, Принял тяжкие муки и горе. Никогда не смогу я забыть этот крест. Он стоит между небом и землей. Своей смертью Христос примирил нас Творцом, Искупил драгоценной кровью. О, внемли человек, Глазу песни моей, Что ты медлишь, мой друг, Что ты ждешь? Чем ты платишь ему За божественный дар, За пролитую кровь, Что даешь? Даль земли свет цари, Благо дней впереди, Для тебя это создал Господь. Он зовет, о, приди, Мимо, друг, не пройди, В нем ты счастье и мир обретешь. Дай Господь не понять тайну вечной любви, То, что ты нам на землю принес. И тогда я спокойно и твердо пойду, По земле среди лурь, среди груст. Никогда не смогу я забыть этот крест, Он стоит между небом и землею. Своей смертью Христос Примирил нас Творцом, Искупил драгоценной кровью. Искупил драгоценной крови. Искупил драгоценной крови. Спасите наш, Христос, за нас страдает на смерть от нас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Домовского Христа Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 он также предсказывает о том, что он пошлет Духа Утешителя. 17 глава – это первосвященническая молитва Господа. Он молится о себе, об учениках и о верующих по слову их. И эта молитва простирается вот уже на две тысячи лет, и о нас возносилась там молитва. Вы дома прочитаете эти пять глав. Это не так трудно, если мы любим Господа нашего. Это было самое важное, что он хотел – сказать ученикам. Подходили последние часы земной жизни Господа нашего. И вы знаете, как последние часы, вот бывают около умерших или умирающего, находятся родные и близкие, видят, что он уже умирает, и желают услышать последнее, что он скажет. Но ученики, они не разумели того, что он отходит, это последнее. Христос это знал, ясно, что последние часы его пребывания здесь, на земле, наступают перед всем тем, для чего послал его Отец, чтобы совершить дело, которое предназначил ему Отец Небесный. Он-то знал, он самое важное им и говорил. И Иоанн усвоил и оставил нам. Кому из учеников вот в этой главе 13-й Христос уделил больше всего внимания? Помните? Кому, братья и сестры? Ну, мы же вспоминаем, мы события эти считали, беседы там. На кого больше всего и Христос обратил внимание вот на этой вечере, на этой беседе? Петру, не Петру, Иуде. Петр только сказал, не уноешь ног моих вовек. Помните? Когда к Петру подошел Христос, он делом доказывал свою любовь ученикам. Петр говорит, не умоешь. Он говорит, если я не умою, то ты не имеешь части со мною. А он тогда говорит, и голову, и ноги. Христос говорит, омытому только нужно ноги омыть, так как чисты все. И вы чисты, но не все. Он знал об этом. Это 13-я глава, 2-й стих говорит так. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде, Симону Искариоту, предать его. Дьявол вложил ему такую мысль. И он дал этой мысли место. Вы знаете, он совершил это после того, вот мысль, может быть, она и раньше приходила. Но мы другого евангелиста читаем, после того, как Мария алавастровый сосуд это разбила и вылила на голову Иисуса, то Иуда Первый сказал, говорит, к чему такая трата? Это можно было продать сразу и хорошие деньги иметь, более нежели за 300 динариев, за годовую зарплату. И здесь открывается внутреннее состояние, но он шел к этому. Шел к этому раньше, когда носил ящик с деньгами. Кассиром его Христос назначил. И он носил, носил этот ящик. Взял однажды с этого ящика и переложил свой карман. И смотрит, что Христос не обращает внимания. Раз попробовал, прошло. Еще раз попробовал, прошло. Но человек не замечает, как внутренне он уже начинает падать. Как внутренне он опускается. Я хочу сказать, что Христос не избирал себе предателя. Потому что некоторые говорят, что Христос избрал себе предателем Иуду. Он избрал ученика. Я в подтверждение это прочитаю из Деяния Апостола, 1 главы, 17 стих. Написано, он был сопричистен к нам. Это ученики говорят. Получил с жребий служение сего, служение апостольского. Но приобрел землю неправедную мздою. И когда не зрелось, растело чрево его, и выпали все внутренности его. То есть он был сопричистен и получил с жребий служения от Бога на это служение. Господь избирал и посылал, как и других учеников. Но вот падение. Он ходил за Христом, слушал Христа, видел чудеса его и крал. А Библия говорит, не кради. Внутренность меняется, сердце ожесточается, и сердце каменеет потихоньку. Вот так было и с Иудой. И когда Сатана ему вложил, вот после этого сосуда, Аллаастрова, слушай, так ты же на Христе можешь заработать. Если Христос Лазаря воскресил, разве Христос допустит, чтобы его взяли? Ты можешь заработать. И вкладывает его мысли, он дает этой мысли. Вы помните, Анании Петр сказал уже в Деянии Апостолов, для чего ты допустил Сатане вложить тебе мысль солгать Духу Святому? Так Иуда допустил Сатане, он и к нам приносит, каких только мыслей не приносит, братья и сестры. Но мы вправе закрыть дверь перед ним, как Каину тоже было сказано, или же открыть этой мысли дверь. И эта мысль начинает вид в нашем разуме, из чувства захватывает. Мысль всегда захватывает чувства, а чувства они толкают уже на какие-то действия. Так и с Иудой получилось. Чувство вот этого любостяжания, чувство, когда уже сердце было поражено вот этим грехом, воровства. И он дает этой мысли место. И он сам пошел к первосвященникам для того, чтобы говорить, что вы мне дадите? Они даже его не искали, не уговаривали. Он сам пришел, говорит, что вы мне дадите? Я придам его вам. И он потом искал удобного случая. Как этот случай найти, вот этот удобный случай, чтобы его предать и на Христе деньги заработать с мыслью о том, что Христос избежит как-то вот это. Он-то деньги получит, а Христос как-то избежит вот этого. Он думал, Христос такой, как и он. Зря он думал так. Так, следующее. Мы читаем 10 стих этой главы. А мытому только нужно ноги омыть, так как чист весь, и вы чисты, но не все. Это был вот этот первый стук. Первый стук в сердце Иуды. Стук от Господа. Чисты, но не все. Если бы нам сказал Господь сейчас, пришел сюда в собрание, тут много нечистых, или чисты, но не все. Ну, наверное, каждый бы свою душу начал заглядывать. Это стук был от Господа для Иуды. Писание говорит, в Откровении написано, «Я знаю твои дела». Он знает, как, стих 1, «Нас видит Господь такими, как мы есть». Наши дела знает. И придет время, когда Он будет судить тайные дела сынов человеческих. Он знал и свое предателе написано. Он знал, кто предаст его. «Однако стучал ему в сердце». И когда Господь стучит, то очень важно услышать этот голос. В 49-м псалме написано, «Ты это делал, и я молчал». Вот так было с Иудой. Он воровал деньги, и Христос молчал. А потом только вот говорил такие выражения некоторые, которые заставляли бы Иуду задуматься. В 13-м стихе, в 18-м стихе этой же главы он говорит, «Не о всех говорю, я знаю, которых избрал, но дозбудется Писание, ядущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою». Я не знаю, как вам приходилось в жизни переживать, когда вас предают. И особенно больно предают, когда близкие люди. В 54-м псалме об этом предательстве так записано. Псалмопевец пишет, Давид, с 13-го стиха, «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня, то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Особенно раны болезненные для души, когда причиняют нам любимое. Когда враги причиняют, то еще как-то снисходительно, мы понимаем, что враги. Но когда тот человек, который ходил со Христом 3,5 года, который слышал все, и Христос делил с ними искренние беседы, и он был всегда тоже рядом, это особенно больно было для нашего Господа Иисуса Христа. «Ядущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою». В 40-м псалме написано. Иисус возмутился духом. Возмутился духом именно вот от того, что, предвидя то, что все ученики разбегутся одно, и то, что сидит рядом человек, у которого 30 серебряников уже в кармане. И он это знает. Он возмутился духом. Так написано. Воскорбел. Потом в Евсимании он скажет, «Душа моя оскорбит смертельно». А здесь на вечере написано, что он возмутился духом. Это 21 стих. «И засвидетельствовал и сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Вот тут он конкретно уже говорит. Это еще был стук в сердце Иуде, Симонову Искариоту. «Один из вас предаст меня, и говорит, лучше бы было ему не родиться». Ну, естественно, ученики стали говорить, «Не я ли, Господи, не я ли?» С 26 главе 22 стиха Матфея об этом говорится. Иуда говорит, «Не я ли, Рави?» Ну, все же спрашивают, и мне надо спросить, а то буду выглядеть, что на меня подумают. Но он говорит, «Не я ли, Рави?» Он Христа Господом не назвал никогда. А Христос ему говорит, «Ты сказал». Учеников так и не доходило. Что это такое? Какое предательство? О чем? О смерти Христовой. Им это так и нет. Закрыто это было о них. И, наконец, он говорит уже, когда сидят, он говорит, «Кому я обмакну, подам кусок хлеба, вот тот и есть». И обмакивает, подает Иуде. Обычно, когда хозяин дома, когда гости приходили, это делал хозяин, и давал он первый кусок самому важному гостю. И вот Христос дает этот кусок Иуде. Возлюбил до конца, возлюбил их. Он дает его, и это еще был стук в сердце Иуде. Вы считаете, сколько раз он стучал в сердце этому человеку, начиная от того, что он безмолвно мыл ему ноги. С этого начались вот эти Божьи действия по отношению к нему. И дальше он подает это Иуде 27 стихом Евангелие Матфея 27 стихом этого Евангелия Иоанна. Он говорит, «После сего куска вошел в него сатана». Страшно, братья и сестры. Иногда мы играемся с грехом, как-то думаем, так оно и пройдет, Господь все равно простит, или Господь что-то сделает со мною. Сначала он принял ту мысль, которую сатана вложил, а здесь написано, сатана в него уже вошел в человека. Апостол говорит, «Не давайте место дьяволу». Бывает, человек одержимым становится, когда он последствия греха, когда он сознательно противится Господу. Так было с Иудой. вошел в него сатана. Это печальная картина. Сперва мысль дал, а потом сам лукавый уходит. Знаете, лукавому дай ноготок, он палец отхватит, дай руку, он тебе всего тянет туда. Не давайте ему ничего. Мысли ему не давайте. Дальше Христос говорит ему, у него произошло вот это ожесточение сердца, написанное, когда Христос это дал, 30 стихом мы читаем, «И он принял кусок, тот час вышел, а была ночь». Это самая страшная ночь, которую был предан наш Господь Иисус Христос. Все страшные мучения душевные и духовные, которые пришлось Христу перенести вот в эту ночь и физические уже на следующий день. Но это была ночь, ночь была и в сердце Иуды. Грех он не несет никакой радости, он счастья никому еще не дал. Ночь была, мрак был на сердце этого человека, он уже искал, а как бы мне уйти с этого собрания, надо же первосвященникам пойти, они уже договорились, он должен с ними встретиться и прийти, он знал, что Христос пойдет в Гефсиманию, куда он пойдет, знал это место Иуда, написано, и он должен привезти людей, он искал удобного момента, как бы уйти ему, один из двенадцать, как незаметно уйти с этого собрания, чтобы на него не обратили внимания. А Христос ему говорит, что делаешь, делай скорее. ученики опять не поняли, они думали, что он послал его купить что-то, и он пошел, воспользовавшись этим моментом. И вот здесь Христос, после того, как прошел Иуда, ушел Иуда, Христос совершает этот Новый Завет. Иуды там уже не было. Когда говорит, сие есть тело мое за вас ломимое, сие есть кровь моя за многих изливаемое, учредил Новый Завет, но затем был путь в Гефсиманию, когда они пошли на гору Елеонскую воспевши, и в Гефсиманию. И вот там опять мы встречаемся с этим другом, которого Христос называет друг. Он трижды молился, ученики заснули, больно было Господу нашему, духом возмутился, он и здесь. Он хотел, как сын человеческий, но хоть бы самые близкие, которыми он уделял, которым он уделял больше всего внимания, побыли с ним рядом, хоть как-то разделили это горе. Брат рассказывает, когда в Беслане этот теракт совершился, я туда приезжал и вижу, что там люди в горе находятся, сидит мужчина на ступеньках и молчит. Я подхожу и сажусь рядом и молчу. И мы сидим час и молчим. И он понимает, чего я молчу, и я понимаю, чего он молчит. Разделить с человеком горе. Тут и слов бывает не надо. Так Христос хотел, но они отехчены были слов. Он топтал точила один. И не было того, кто помогал бы ему. Но однако он до конца возлюбил своих до смерти и смерти крестной. И вот там в Гефсимании, когда Иуда приходит с воинами, он по ученикам говорит, станьте, вот приблизился предающий меня с воинами приходит первосвященниками, с фарисеей там были, и подходит ко Христу. И Христос говорит ему, это записано 26 глава Матфея 50 стих, друг, для чего ты пришел? Это еще один стук в сердце человеку этому. Но сердце уже каменное, оно уже не отступает, оно уже переступит через все на свете. Не давайте ожесточиться сердцу. Писание говорит, смотрите, чтобы кто не ожесточился, обольстившись грехом, когда человек может ходить в собрания, слушать Слово Божие о Христе, а ему уже все равно, не вызывает в душе ни умиления, ни сострадания, ни горечи осуждения за свою жизнь. Это страшно. Это страшно. Такое произошло с этим человеком, но Христос до конца показывает ему, друг, для чего ты пришел? Следующий вопрос, он промолчал, не ответил, он подошел к Христу, говорит, радуйся, рауи. Это какая-то издевка была просто в словах этого человека. А он ему, друг, для чего ты пришел? А для чего мы пришли в этот мир? А для чего мы пришли на это собрание, братья и сестры? Что для нас дорого? Пасху праздновать? И дорого нам Господь? И не только вот в этот четверг, когда у нас даже места не хватает в зале. По средам у нас полно места, но почему-то не тянет на что-то. А это тот же Господь. Иуда за 30 серебряников продал Христа. А что для нас стоит? Может мы дешевле его даже оцениваем, когда меняем его на что-то свое? То ли на удовольствие греховное, то ли еще на что-то. меняем Господа нашего? А он до конца любит. Потом он говорит друг, опять его другом называют, не врагом даже. Целованием ли предаешь сына человеческого? Для чего Христос вот эту процедуру такую сделал над Иудой? мне вспоминается такой пример Ахана, помните? Когда он украл эту, а взял, вернее, с заклятого синарскую одежду, слиток золота, спрятал, и Бог говорит, грех. Евреи особенно стараются перед Пасхой все квасное убрать. Почему выметенная горница? Потому что они очень тщательно, то есть курошечка хлеба квасного там находилась, то это для них великая проблема. Они выметали все, чтобы не было квасного. Но вот этот человек, он уже заквасился. Апостол пишет, говорит, станем праздновать не закваскою порока и лукавства, но сопресноками чистоты и истины. А Иуда вот заквашенный был, поэтому он в Новом Завете уже не участвовал. Но вот в Евсимании и туда, куда пришли брать Христа, он там был. Так вот Ахана помните подводили по коленам, по племенам, и Бог указывал. Почему это делал Бог? стучал в сердце Ахану. На каждой ступеньке он мог остановиться и сказать, я виноват, Господи, помилуй, прости. Я думаю, точно такая же картина с Иудой. Если бы он на каком-то этапе сказал, Господи, виноват, грешен, я думаю, Христос бы до конца ж он возлюбил. Он помышляет, чтобы не отвергнуть от себя отверженного. Иуду дошел до конца. И потом, когда увидел он, что Христа взяли, Христа бьют, Христа бичевали, Христа на крест положили, Христа распяли и повесили, и с крест поставили, вот тут уже забесновался он, покоя нету, и совесть зажглась вот этим таким огнем, и он выхода не увидел, пошел, бросил серебряники, не ко Христу он побежал к тем же первосвященникам или фарисеям, которые ему серебряники-то давали, пошел и удавился. Вот так кончилась печально жизнь этого избранного Христом ученика, которого он тоже до конца возлюбил. Мы сегодня слышали, чтобы квасного не было, тогда мы только можем открыто участвовать, чтобы сердце ничего не было заквашено. Это образ для нас как не надо делать. В Библии много образов как надо делать, а вот этот ученик, он переступил границу и шел по наклонной к своему концу, а Христос стучал в его сердце. Может быть в нашем собрании есть тот, кто заквашен грехом разного рода, мы их все не перечистим, и он квасится из года в год, из месяца в месяц, вот в этом и в собрание ходит, то есть возможность обратиться к Господу. Я прочитаю один стих и мы помолимся. Растопи мое сердце, Христос, я устал от блужданий во тьме, я пролил у креста много слез, я горел от страстей, как в огне, ты явил благодать и любовь и исцелил мою душу вполне, и святая голговская кровь смыла пятна греха в тишине, а сейчас я печален, смущен, сердце холодно, словно гранит, потерял я святую любовь, ту, что в сердце горело огнем, факел веры погас и коптит, людям режет он только глаза, ну а разум сознание вопит, к Богу рвутся они в небеса, не могу согласиться с собой, равнодушием скованный дух рвется ввысь из долины земной, он еще не совсем потух, только ты возжигаешь мой дух, без тебя моя жизнь словно дым, разорви этот замкнутый круг твоей силою, духом святым, аминь. ой, как прескорный Бог и нам воспоминания, А никогда, Сын Божий, Сам принял страдания. 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 Он дал свое тело. Он дал свою кровь. Он говорит через это, я хочу, чтобы вы были в самом близком общении со мною, чтобы принимая этот хлеб и принимая это вино, вы понимали, что вы в единстве со мной. И это единство должно быть неразрывное. Вы всегда должны быть со мною. И тогда, когда Христос страдает, тогда мы должны страдать. И когда кровь его проливается, тогда мы должны страдать. Как далеко мы должны пойти со Христом? Писание говорит, он пострадал, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам его. И исполнилось его слово. И разбежались все ученики. И остался Христос один. И он один пошел на Голгофу. А вот сегодня мы, участвующие в заповеди, вспоминая сегодняшний день, когда Христос оставил эту заповедь, когда он пошел в Гевсиманию, и когда он пошел потом на Голгофу, как далеко мы готовы пойти за Господом. Писание говорит слова Христа. Кто не берет креста своего, тот не может быть моим учеником. В одном стихотворении есть такая строчка, запомнилась мне. Крест – это не тот, который на грудь, а тот, на которой грудь. Готовы ли мы пойти со Христом до конца? Готовы ли мы, участвуя в заповеди, принимая Его тело и принимая Его кровь, видеть путь, который открывается перед нами? Идти с Господом. Он прошел этим путем. Он пострадал и умер. И Он ожидает от нас, которые участвуем в этой заповеди, которые в завете с Ним, которые принимают этот хлеб, принимают это вино, осознавая единство с Господом, идти с Ним тем путем, которым прошел Он. По примеру Господа нашего мы помолимся над хлебом и попросим благословения. Наш Господь, мы склоняемся перед Тобой вот в этот час, этого дня, когда мы вспоминали те события, когда Ты собрал своих учеников и там оставил эту заповедь для исполнения до конца веков, пока и Ты придешь. И вот сегодня мы желаем совершить это. Мы благодарим Тебя, Господи, за страдания Твои, за смерть Твою. Благодарим Тебя за ломимое тело Твое. Благодарим Тебя за то, что Ты прошел этим путем до конца. Ты умер за нас. Ты создал свою церковь. И Ты оставил нам свою заповедь. И вот сегодня, принимая этот хлеб и участвуя в Твоей заповеди, Господи, мы желаем этим самым возвестить Твою смерть. Мы желаем этим самым заявить, что мы хотим идти с Тобою по Твоему пути, который Ты открыл нам. Помоги нам в этом, Господи. Мы идем к Тебе, сознавая свою немощь. Мы сознаем свою духовную слабость. Но мы взираем на крест Твой. Мы взираем на пролитую кровь. И мы сознаем, что в Тебе наша сила, в Тебе наше прощение, в Тебе, Господи, все необходимое, чтобы мы остались верными. Помоги нам, Господи. И благослови нас сейчас. Разделить этот хлеб. Благослови этот хлеб, чтобы, принимая его, мы еще раз через это, участвуя в этой заповеди, имели приобщение телу Твоему. И да будешь Ты в этой заповеди возвеличен и прославлен. Аминь. 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 Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Песня. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.